Уважаемые коллеги, вот сегодня тема нашего вебинара «Готовьте к ЕГЭ, английскому языку, что и как работает из-за эксперта». Прежде всего, я хочу поздравить вас с началом нового учебного года. Я думаю, что уже все приступили. Ну и такая радостная весть у нас, что появился проект. Проект ЕГЭ 2025 года. Это очень важно, потому что мы всегда ждем этих материалов от ФИПИ, которые нам представляют, конечно, такие ключевые возможности, ключевые направления. И что глобальных изменений в ЕГЭ у нас нет. Есть какие-то маленькие такие штрихи дополнений. Я их называю ловушки ФИПИ. Но, тем не менее, мы с вами сегодня посмотрим о некоторых приемах к ЕГЭ. Ну, вот общая информация у меня по ЕГЭ еще 2024 года. Если не сменилось, мы можем смотреть распределение заданий по разделам экзаменационной работы. Значит, самая большая, ну, для меня, например, неприятность, это вот эти вот максимальный первичный балл, первичный балл, почему не 100, почему вот, кстати, долгое время, вот буквально перед самым ЕГЭ, мне велись разъяснения, что такое процент максимального первичного балла за выполнение заданий раздела, вот всех разделов. Ну, сегодня мы не об этом будем говорить, а будем говорить о пособиях, издательство титулов. И так как я уже сказала, что изменения нет, есть маленькие дополнения, вы смело можете эти пособия приобретать. Первое пособие – это пособие по письменной речи, английский язык ЕГЭ. Это авторы, значит, вот у меня в руках это пособие, Ирина Викторовна Хитру и Анатолия Сергеевна Зверева. Следующее пособие – ЕГЭ на отличный, письменная речь, задание 38. Ну, знаете, вот это пособие, оно функциональное. Почему? Потому что я уже работала в прошлом году, и хочу сказать, что здесь нет письменной речи, задействованных, хотя… Смотрите, оно такое, знаете, вот… Многофункциональное, и большое спасибо. Значит, тут у нас тоже соавторство двух коллег, это Юлия Николаевна Евсеевна и Алина Дмитриевна. Вот, я немножко подробнее расскажу. И тренировочные, семантические тесты были в 22-м году, и в 23-м, и в 24-м. В 24-м они более полно вышли, и замечательно, что вот они и есть тренировочные тесты. Значит, вот разворот из пособия, вот это вот красивое фиолетовое пособие, ЕГЭ на отличный, письменная речь. Значит, что я еще сделала с этим материалом? Дело в том, что… Сейчас я немножко вернусь назад. Так, ага. Дело в том, что… Вы видите текст, да, и у нас в кодификаторе есть такая тема «Country Life, Rural Life». Значит, вот такой разворот. И самое главное, вот я на базе этого разворота… Здесь есть мастер. Мастер… Дело в том, что многие учащиеся или обучающиеся, как мы их называем, они… у них такое криповое мышление. Они не видят вот… Слушайте, я уже говорила, видите, какой текст большой, да? То есть из него, конечно, можно что-то выловить, но выловить-то нужно самое главное. Потому что нужно сравнить rural life, country life, city life. Вот. И мы смотрим, решаем такие проблемы. Это все из этого текста. Dynamic, exciting, stressful, busy, expensive, hectic. То есть, что мы здесь решаем? Мы решаем здесь очень простую задачу – использование прилагательных. Я всегда говорю своим учащимся и педагогам, с которыми я работаю, что чем больше камеших, красивых прилагательных в вашем устном высказывании, в вашей письменной речи, тем больше у вас возможности получить высокий балл. Мы говорим о том, что вторая задача, которая здесь может решаться – это словообразование. Это степени сравнения прилагательных. Это вот здесь настолько много можно вытащить отсюда. То есть, на основе нового теста нужно не только написать задание номер 38, да, которое у нас теперь, что есть пояснение в 25-м году, что не according to the opinion, according to the survey, слово заменили, и уже нужно об этом обязательно сообщить ученикам. Так, следующее, то, что я использую, то же самое, на основе этого же текста – интеллект-карта. Это тоже такой прием, когда учащиеся, они видят, вот, то есть, они, опять же, к тексту возвращаются, но им надо настолько его взять или, наоборот, расширить, если это текст маленький, чтобы они, а, сумели что-то написать, и, б, сумели что-то сказать по этому поводу. Вы видите, да, тоже, значит, вот такая вот интеллект-карта. Чем она отличается от кластера? Интеллект-карта основана обычно на картинке или на диаграмме, неважно на чем. Здесь немножко таких заданий, которые можно, и словосочетание, если мы там только говорили в кластере о прилагательных, то есть, у нас будут целые, вот, такие маленькие мини-предложения, как я их называю, писанк-вайт, ну, есть такие, расширить, а можно, я еще раз говорю, немножко сжать. Ну, так как у нас недавно, все, наверное, знают, была Олимпийс, и мы, нужно сказать, немецкие мини-предложения. Ну, тема, спортивные события всегда присутствуют. Вот, то есть, какие есть тоже карты, которые, это не мое изобретение, это я на заметку у коллег. Вот, то есть, мы говорим о том, что, как, опять же, сделать так, чтобы можно больше носить, носить. Здесь, конечно, дело странное, и, может быть, вы, по этому поводу, быстро, такой перевод, потому что, ну, к 11 классу, на самом деле, это, конечно, немножко, уже, и, ну, все равно, начиная с начальника школы и заканчивая старшими классами, может быть, не стоит давать вот всех переводов, а вот какие-то спортивные события, вот сейчас начались Паралимпийские игры, ну, то, что есть, мы видим, но, тем не менее, все равно спортивные события в жизни страны, региона, школы, сходят тщательно. Вот, опять же, такая вот спортивная деятельность, вот, активитис. Опять же, может быть, не стоит давать там слово бегать, run, да, но, тем не менее, представить графически, это очень важно, потому что дети настолько, вот, как говорят сейчас, внимание ученика, сколько они могут, на сколько минут они могут сосредоточиться. Если это подростки, 15 лет, там, 16 лет, они могут сосредоточиться на 16 минут только, плюс одна минута. Это доказано психологами, это доказано учеными. То есть, мы должны настолько часто менять вот эти вот разные активитис, чтобы они поняли, что это вовлечь, сматерировать. Вот, и чем больше вот таких вот визуальных моментов, мне кажется, это тем лучше. Еще один прием, инфографика. Татьяна Александровна, простите, пожалуйста, я вас буквально перебью на секундочку. Чуть-чуть поближе к микрофону можно? У нас немножко говорят, слушайте, что чуть-чуть звука. Ага, чуть-чуть погромче или ближе к микрофону, может быть. Так, сейчас, минутку, минутку, минутку. Так лучше? Да, вот так лучше. Спасибо. Так лучше, очень хорошо. Так, значит, вот инфографика у нас еще. В интернете нам было слово инфографикс, и вы увидите разные темы, где можно... Вот тут же визуальные такие вещи. А вот здесь я просто из своих вот взяла, что я добывала. Спейс Эксплорейшн, вот, и очень быстро по теме космос ученик может высказаться. Смотрите. First Artificial Satellite, International Space Station, First Flight, и везде дана информация. First Man in Space. И как только мы начинаем говорить о том, что, вот, допустим, маленькая информация, а вы соберите это все в единое целое, и у вас получится замечательное высказывание. Это не тупик, ни в коем случае. Это как бы выбор информации на определенные темы. Вот еще такой есть интересный момент. Это я заимствовала у коллег, которые разместили. Вы видите, внизу там есть сайт, который тоже поможет. Опять же, мы с чего начинаем урок? Начинаем, ну, у кого, как он называется? Room Activity, Lead In, дальше обсуждение, дальше данные вот слова, которые уже на уровень выше, чем вот я вам показывала эти схемы, и обсуждение проблемы. Проблема, она возникает, да, всегда. Когда мы пишем, излагаем что-то, соответственно, да, проблема получается, и мы должны эту проблему как-то решить? Согласны, не согласны? Каково мнение, да? Потому что один из пунктов высказывания задания 38 – это обосновать проблему и высказать свое мнение. Еще один прием, который называется Noticing. Noticing – это значит что-то замечать, что-то заметить. А заметить можно что? Грамматическую конструкцию. Заметить можно слово-связку, linking, but however. В данном случае это тоже вот из-за особенного. А опять же, поделив вот это вот все на маленькие такие абзацы, можно использовать в качестве первого задания устной речи. И слов тут достаточно сложных много. И вот слово-инфицирование не справится. Ученики даже хорошее делают ошибки. Не потому что они как бы не видели это слово, не знают. Может быть, волнение, может быть... Ну, я уже замечала много раз, вот слово, да, у нас в себе не знаю, как искусствие. Значит, что мы можем заметить? Used to be – конструкция, да, вы видите там в самом низу. Слово-связка – however. Слово government, да, depopulation. Опять же, можно поработать со словообразованием. И вот если мы что-то замечаем, это замечательно. Еще один маленький отрывочек. Мы смотрим на этот отрывок в стучке зрения. Цифры. Вот две всего цифры, да. 17% and 20%. Опять же, ударение, если неправильно, в двух случаях, да, это уже считается... Вот об этом я хочу немножко поподробнее рассказать. Нейроу-ридинг. Нейроу-ридинг – это такой прием, когда есть несколько текстов на одну тему. Но не просто на одну тему. А здесь нужно решить проблему рециркуляции словаря, рециркуляции лексики. Значит, я уже пробовала. И вот здесь как раз из этого пособия я вот вычленила для себя несколько текстов. Вот первый я вам показывала текст. Вот этот текст. И еще один. То есть здесь их можно использовать в качестве нейроу-ридин, но с точки зрения, что мы должны повторить активную лексику. Задача достаточно трудная. Сейчас вот я... Это для, что называется, служебного курсования для себя. Лично я ищу вот по тематике, по диффективному, экзамену ЕГЭ, тексты на одну тему. Кстати, в пособии Вербицкой тоже приводится пример. Если вы наберете вообще вот, наверное, лилинь, есть похожий пример, по-моему, по теме спорт. Но я их не брала. Я просто сама как бы пишу, либо из оригинальной литературы адаптирую. Потому что здесь самая главная задача наша – это найти активную лексику. И чтобы она в каждом тексте в той или иной мере повторялась. Вот это и называется как бы летое чтение, такое узкое чтение. Читаем на одну тему, одна и та же лексика, но тексты разные. Вот еще один текст. Это тоже из серии «Нэрори ринг». Вот первый текст. Это вот второй текст. То есть здесь тоже повторяется. И слово «social progress», и слова-связки «lutway». То есть активно все это повторяется, тем самым дает возможность ученикам лучше запоминать, лучше запоминать активную лексику в этой теме. Потому что сейчас, вот я как раз смотрела, конечно же, делу нашего проекта ЕГЭ 25-го года, приколений бы не разместил. И вот у всех такое вот, ну не отношение, а даже мнение или сомнение, какие-то изменения, а что. И некоторые уже коллеги, не хочу называть, начали вот буквально там продавать. Лексика по теме ЕГЭ, лексика по такой-то теме, лексика по теме спорт, лексика целой там, там целые как-то форио какие-то. Я все прекрасно понимаю, бизнес есть бизнес. Но с одной стороны, если бы это были авторские разработки, я соглашусь. А если это, понимаете, компенсации из разных вещей, начиная от лекарства ЕГЭ и кончая материалами там, лексикского совета, я считаю, неправильно вот такие вещи продлевать. Лучше вот купить особи и по нему заниматься. Вот еще из этой же темы одна и та же, но задание здесь интересное. Плюс, значит, мы три разных текста, лексику расшерстили, и еще внимание на синонимы. Вот три страницы буквально, и столько можно вариантов сделать. Здесь у нас проблема. Проблема и решение. Не бойтесь брать такие задания. Дело в том, что с этим заданием есть примерные ответы. Это, может быть, ваше там решение или решение ваших учащихся. Здесь есть в конце этого пособия есть примерный ответ. Поэтому не надо сомневаться. Можно совершенно свободно брать, если у вас там, допустим, нет времени работать. Вот, когда мы говорим о Advantages, Disadvantages, мы знаем прекрасно, что здесь можно как бы вычленить проблему и написать о преимуществе и недостатке той или иной проблемы. Интересно, что здесь иногда будут даже, которые можно использовать в качестве обсуждения, в качестве дискашн. Потому что, ну, на самом деле, я просто заметила, что сейчас вот слово Discussion у нас как-то немножко упратило широту Discussion именно. Почему? Потому что, я знаю, что в основной части у нас задания, какие? Задания очень простые. Нужно читать, задать вопросы, ответить на вопросы. Кстати, про это немножко тоже я буду говорить. ответить на электронному этому, Electronic Assistant, значит, преимущество недостатки там двух вот этих картин. Слово Discussion как-то у нас тут будет. И здесь вот эти вот цитаты, они как-то все-таки помогают учащимся сказать свое мнение. И замечательная цитата, да, о том, что, это где люди одиноки. Так, вот еще одно задание, да, сколько проблем может быть значит у людей, которые переезжают из города в дерево, ну, сельскую местность будем говорить. опять же, мы возвращаемся к тем текстам, которые мы уже просто выучили наизусть. Мы, опять же, пишем уже проблему, свою проблему. Мы пишем сколько таких, здесь предполагается пять проблем. Быстренько набросать какой-то так активный эвакуумулятор. И это идет очень хорошо. Поэтому, я говорю, я очень рекомендую вот такие вот задания. Это нужно как бы протянуть через тексты, через какие-то графики, через, ну, то есть работа большая, но тем не менее она себя оправдывает. Что вот в задании в особи вот еще есть у нас 37-38 задания. Зелененькая, симпатичная. Вот здесь есть такая страница, которая очень помогает учиться. Вот приветствие, обращение Useful Language. Очень хорошая страница, их несколько. Странчик, я просто вот ввела из 37-го задания. Почему я обращаю внимание именно на 37-ое задание? Вот как ни странно, в этом году у учащихся 38-ое задание было выполнено лучше, чем 37-ое. Хотя письмо вроде бы это как элементарно. Вот оказывается нет. неэлементарно. А самое главное неэлементарно это ответы на три вопроса друга и вопросы другу значит задать нужно. Вы даже не представляете, как вообще странно, странно, что вопросы вроде другу, мы уже вопросы отработали и в устной части, да, и там где локейшн, где кто, и почему, и сколько стоит, и если там вот вопросы прям вот вопросы как-то они насыпались в курсе. вот мы говорим, когда решение проблемы есть такой вот технологический метод решения проблемы, да, когда мы вот проблему описываем, описываем, предполагаем результат, собираем информацию, думаем решение, выбираем самое хорошее решение, значит, как оно будет в жизнь воплощаться и вернуться снова к этой спирали. Это относится с информацией, потому что вот сейчас все знают на такой термин информациональная грамотность, читательская грамотность, наши дети мало читают даже на русском языке, что я говорю про иностранный язык. Конечно, есть, если у кого возможность углубленного изучения, там немножко другая ситуация, но здесь это просто чисто технически нужно решить проблему при написании. в этом году это рейтное задание из ЕГЭ этого года, оно немножко меня шокировало. Значит, нужно было задать 3 августа в письме по письмам Санта Клаусу. Меня немножко это слутило, потому что мы всего ожидали участие в каких-то конкурсах, в путешествии с родителями. Я там выиграл какой-то там задайте 3 вопроса о соревнованиях или моя сестра там выходит замуж, спросите, вот, ну, что-то с Санта Клаусом меня немножко смутило. Но вот эти верные вопросы, вот я прям минутку вам даю, чтобы вы смотрели, что нужно было задать, да, вот, эксперты считали, это мнение экспертов, это не только мое мнение, вот, идеально верные вопросы, которым нельзя придраться, или можно придраться, в чате там написать, или спросить у меня в чате, вот, что за идеальные вопросы могут быть. Так, просмотрели, да, пробежались. Здесь было отчего. А вот идеальных вопросов. Все письмо Санкт-Клаусу. Почему, вы думаете, эксперты, вот, не принимают эти вопросы? Тут же мы говорили о том, что ask three questions about the letters, да, спросите о письмах. Вот слово letters, это ключевое было слово. А здесь, где вы оставляете и пишете ли вы вместе или индивидуально, вопросы стурные, но вот эти вопросы чему-то вызвали у их вопросов, да, вопросы, на вопросы. Есть такой пункт, который называется или словно, или что-то определяется в тексте, что незнакомый ученик. Вот как здесь поступить? здесь можно поступить как бы двумя способами. Есть такой автор Ричард Чанг, который написал такой большой труд, который так и называется Working with Emergent Language. Язык какой-то или какое-то языковое явление появляется в тексте и вызывает трудности. Здесь есть как бы способ. перевод это самый простой способ. Но иногда можно посмотреть на синоним или антоним и можно заменить это слово. Конечно, мы прекрасно понимаем, что при написании нам очень нужны linking words, которые нужно распределить. Это уже из этого же пуска. замечательное упражнение, потому что мы понимаем, что когда ученик пишет вот как хотите называем эсс, там обязательно должны быть словосвязки. То есть плавный переход одного абзаца к другому, объяснение и разъяснение каким-то образом. Это все нужно делать, что нужно тренировать в письменной речи. Опять же возвращаясь к теме спорт, у учащихся вызывают некоторые сомнения, когда мы занимаемся какими-то видами спорта. Мы можем говорить, что go, play and do. Самые такие ключевые. Я виду название видов спорта. А вдруг попадется что-то действительно про спорт, а вдруг что-то попадется про какие-то соревнования. То есть надо обязательно хотя бы так помочь иметь. Так же как наверное понимаете есть базовые фразовые глаголы make и do, допустим. И тоже нужно знать когда make когда do. Вот пожалуйста нужно предложить задание очень быстро. Опять же если мы говорим о преимуществах и недостатках разных видов спорта иногда бывает трудно. Вот была картинка значит был хоккей картинка там ребенок играет в хоккей и была картинка волейбол. Понимаете опять же сравнить очень трудно это что виды спорта все понятно и не team sport они здесь может быть больше риска в хоккее больше травматичной больше опасности но тем не менее вы любите что иногда в многих пособиях дают картинки которые очень трудно сравнить. Вот пожалуйста набор то над чем я сейчас тоже работаю вот мы говорим сочетаются виды спорта do play run go больше всего и глаголы это тема уже немножко другая это тема 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 у нас там работа была домашние задания вот тоже наличие и такой вот чек-лист который я думаю позавимствовала но он в некотором виде есть вот в этих успех издательства титул значит мы говорим про чек-лист 38 задания это с чего начать название проекта наша любимая страна заплат и опять же упомянуть это тейбл и пай-чат два-три наиболее выделяющихся пункта или пай-чат да такой разрезанный вот все спрашивают вот нужно ли про все там пять да не нужно про все пять опять же для описания процентов слова как четверть треть половина больше меньше это все конечно же нужно тренировать третий абзац это сравнение опций присутствует сравнение показателей до конца три показателя то в третьем абзаце будет достаточно одного сравнения так четвертый абзац мы формулируем проблему и реальная вот какую-то ой-ой-ой сейчас минуточку куда-то я убежала и в пятый абзац в пятом абзаце свое мнение да и вывод сделан в соответствии с заданием так мы говорим по вьюм по стилю по линкерам и переходим с абзацами которые логичны это не только до конкурсной речи дело в том что есть такая функция как линкирование не одно слово это слов то есть мы предложение делим в русском языке это синтагмы в английском чан значит сейчас минуточку знаете бывает так что ученик читает вроде бы хорошо интонация но неправильно делит предложение на вот такие синтагмы вот ну давайте я возьму вот it means choosing понимаете мы же должны сказать it means choosing peace and quiet over excitement а иногда ученик чужин вот уже неправильное деление соответственно интонация у нас получается не очень правильная вот то же самое вот это из задания устной речи вот опять же тема спортивная у меня здесь преимущественно вот навеяло наверное какими-то спортивными соревнованиями вот смотрите проверяя устную часть я заметил как заученный чан может стать ловушкой и можете догадаться в какую ловушку которые выпускники читают следующие предложения посмотрите на это предложение как его можно почитать да и вот там есть ответ было прочитано с красивым таким линьки а должно быть most animals there да неправильное чинки но не оно тоже теперь мы говорим о том что нужно во втором задании задать вопросы вопросы на самые разные темы вот здесь у нас вопросы по теме путешествия там есть ли скидки нужно ли специальное специальное снаряжение вроде опять все просто интернет вообще кишит кипит всякими разными заданиями заданиями вот как это сделать то есть делит там на duration на price какие возможные вопросы достаточно одного пособия вот этого симпатичного пособия где устной речи как раз там приведены все возможные вопросы все возможные что можно вообще спросить по любую теме то есть очень надежно спросить ну вот еще это тоже отсюда же это бильярдный клуб так вопросы о вопросах вот какие вопросы можно задавать да вот тут вопросы о opening hours timetable time of the event maximum operating time вот question bank так называемый он очень помогает но конечно иногда доходит до автоматизма такого что уже уже не очень все это слышать достаточно просто но тем не менее опять же как ни странно самое простое оказывается самым сложным вот dates of the event dates of the event вот какие возможные есть так теперь о волшебном третьем задании говорим с электронным ассистентом значит вы видели те кто уже несколько лет занимается что третье задание усложняется я просто поведу один значит в 22 году там в гульке да был who is your best friend what is he or she like в 24 году он звучал уже вот так who is your best friend what can you tell us about this person то есть ну мы прекрасно понимаем что там не менее двух предложений и нужно как лексически и грамматически соответствовать вопросу то есть если вопрос у нас в пас символ то и ответ у нас в пас символ обычно там были вопросы да чем ты там занимался каждый день был 5 лет а чем ты занимаешься в твоем клубе сейчас и так далее видите как менялись вообще вопросы еще вот второй вопрос был how do people become friends в 22 год в 24 уже было what things should a good friend do what things should a good friend never do вот то есть мы прекрасно понимаем что у нас вопросы усложняются и опять же есть электронный ассистент который нам вот помогает в встрече в пособии издательства титул а в этом году значит ну тут конечно уже поработали вот эксперты то есть там вопросы я уже не помню в каком это регион было вот то есть опять же как используются компьютеры да for playing computer games some of them use computer games for studying видите дело в том что вопрос звучит как для чего используют компьютеры дети в вашей стране ведь не только для игры вот потому что второе предложение могут не засчитать потому что компьютеры используются еще в каких-то других целях вот для for studying очень общее вот там for my lessons for preparing for exams и так далее то есть нужно вопрос конечно конкретизировать если второй вопрос у нас стоит в прошедшем времени how did you learn to use a computer соответственно и ответ у нас тоже в прошедшем времени так задание 4 ну мы прекрасно знаем в этом году расширили формулировку теперь надо представить что ученик с другом готовится защищать проект две картины он вынужден голосовое сообщение самое дорогое задание это 10 вопрос который ускорили в основной части ЕГЭ нужно ли добавлять фразу о технических проблемах и возможности отправить фотографии ну Рамина Вербицкая когда делала вебинар очередной она говорила что это нужно и не говорить но тем не менее многие эксперты я знаю таких экспертов они это считали за ошибку что я не могу тебе отправить фотографии вот то есть что называется береженного лучше сказать ну объем да я не буду на этом долго останавливаться ну вот например такая опция как не спустят фразы you can see дело в том что мы понимаем что друг эти фотографии не видит он же просто слышит о чем эти картинки да эти фотографии и самое главное что не называть преимущества и недостатки не картинок а действий то есть что там происходит что там делается значит по оценке критериям в этом году там внесены небольшие изменения смотрите пожалуйста я сегодня только но если я найду сейчас быстренько я сегодня просто увидела это что за что ставится там максимальный балл там значит организации устного высказывания языковое оформление смотрите эти изменения они сейчас везде я вот сегодня увидела что там есть неизменение неизменение вот даже слово изменение как бы здесь не вот вот такое это уже тематик это тоже из футбол это одна и та же да спут а вот как с ней вообще разобраться да в чем ну тим индивидио а может быть это не совсем индивидуальная активиз да наиболее может быть травматичный футбол чем половин но тем не менее вот над этим заданием обязательно нужно вот оно реальное задание этого года это школьные предметы которые иллюстрируют урок химии и урок географии знаете тоже как-то задуматься даже вот как сходу если даже учителя спросить да не одну руку тоже может быть более там там разные кислоты и реактив слава это надо знать эти кислоты реактива и география да тоже как бы любят не любят там изучают не изучают то есть вот это было абсолютно реальное задание в Москве я знаю в Москве да вот так что есть коллеги над чем подумать ну вот то что составлено экспертами ну молекулярный уровень то что вернее не экспертами это было реальное высказывание из которых так вот скомпилировано все вот видите медицина фармацевтика инженерные науки опять же это надо знать вот то что pros and cons да ну и география ну ну при заключении если я отвечу на вопросы самое главное я хочу вам пожелать сил чтобы вас против и у меня есть такой маленький путь choices chances и changes you must make a choice to take a chance or your life will never change спасибо спасибо большое за внимание я вот постараюсь сейчас посмотреть в чате что у нас так ой простой мой сертификат это не мой вопрос тут ответили вам уже за вебинар добрый вечер да спасибо что присоединились я вижу да 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 картинки из из учебника так со звуком вроде мы вопрос порешали так сейчас я посмотрю еще коллеги если у вас есть вопросы какие-то Татьяна сам не вы можете я смотрю может кто-то микрофон включить и задать через микрофон если есть вопросы да нет нет я смотрю что в чате написали нет возможно у кого-то сейчас еще возникли так что ну может быть конечно вы можете у нас несколько минуток есть вы можете у кого-то может быть возникли вопросы да пособия вот говорят про пособия пособия можно купить в издательстве Титл я сейчас дам ссылочку пособия как раз по ЕГЭ я давала в течение вебинара ссылки на эти пособия вот сейчас дам прям общую ссылку где у нас пособия Они продаются, кстати, не только в нашем интернет-магазине, они есть и на Вайлдберрисе, и на Озоне, но сейчас я конкретно дам ссылочку. Нет, в интернет-магазине удобно, достаточно хорошо очень, до порога дома или до порога школы. Так что большое спасибо, Камниги, что нашли время присоединиться к вебинару. Ну вот, тут вопрос про Айлдс был, вы понимаете, это немножко другой экзамен, и денег-левел, и general-левел, там немножко что-то по-другому. Ну, тем не менее, вы понимаете, если говорить о том, что отменят егэ, не отменят егэ, вы знаете, егэ отменят и совершенно не другие. Я не вижу, потому что, ну вот, есть такой экзамен, да, все, об этом уже много говорится и на уровне думы, и на уровне, на разных уровнях. Но сам факт, что экзамен есть, если, тем более он экзамен по выбору. Вот я понимаю, кто сдает егэ по иностранному языку, в частности по английскому языку. Так, еще какие-то вопросы есть? Может быть, да, кто-то хочет еще что-то спросить. А так, спасибо большое за внимание, удачного. Куриного учебного года и хороших учеников. Коллеги, если у вас вопросов нет, тогда мы благодарим Татьяну Александровну, говорим ей большое спасибо за проведенный вебинар, за интересный материал. Да, Роба Фикторовна, спасибо вам большое за поддержку учителям, да, и будем надеяться на следующие встречи. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»